Многих жителей и гостей Черкеска беспокоит вопрос, почему светомузыкальное шоу в Центральном парке происходит не ежедневно. Люди семьями приходят полюбоваться вечерним фонтанным представлениям и расстраиваются, если ожидание оказывается напрасным. О работе графика новой достопримечательности региональной столицы узнавал наш корреспондент Артур Мхце. Перед просмотром такого светомузыкального шоу люди заранее занимают места в Центральном парке Черкеска. И происходящее никого не оставляет равнодушным. Но за этим воздушным и без сомнения сказочно красивым действом кроется труд многих людей. С представителем обслуживающей фонтан организации идём по коридору, в конце которого находится, так сказать, сердце сооружения. И вот мы уже под фонтаном. В этом помещении вся техническая часть конструкции, в том числе 14 насосов, которые подают в воду форсунки. Это получается пульт управления четырьмя насосами. Это частотные преобразователи, на которые уже приходит импульс, и они подают, получается, сигнал на насос. И уже, ну, получается тут мощность от 0 до 50 Гц. И уже в зависимости от мощности выходит высота струи. Водные композиции фонтана формируют более 600 струй. Самые высокие достигают 10 метров благодаря работе одного из насосов. Но чтобы видимая красота оставалась долговечной, за чистотой конструкции нужен постоянный контроль. Поэтому промывка системы проводится два раза в день, а с применением химии – дважды в неделю. И это делается для того, чтобы в жаркую погоду вода не цвела. Поэтому купаться в фонтане, а тем более пытаться утолить с его помощью жажду, ни в коем случае нельзя. Если засоряется фонтан, какие-то сигналы появляются, что необходимо провести работу? У нас расположена система фильтрации, четыре насоса фильтрации, у которых, получается, стоит фильтр губой очистки. Ну и в который вся грязь, которая заходит, в котором собирается. То, что мы чистим, получается, периодически, каждый день ребята два раза в день производят очистку этих фильтров. В случае поломки какой-то детали, замена происходит в кратчайшие сроки, поскольку почти всё необходимое находится под рукой. Однако надо понимать, что после таких светомузыкальных представлений, которые видят зрители, фонтанному сооружению необходима профилактика. Именно поэтому при ежедневной работе с 8.30 до 22 часов посмотреть шоу с использованием музыки и света можно только в среду, пятницу и в выходные, но в 8.30 вечера. Фонтан предрасполагает светомузыкальное шоу, а раньше 8.30 смысла делать его нет, потому что 50% той красоты, которую даёт фонтан, это именно светомузыкальное шоу. На данный момент есть четыре композиции и ещё 16 уже в работе. То есть к первому сентября у нас уже будет около 20 композиций, которые будут меняться. Допустим, в среду будет один, допустим, как жанр, в пятницу другой, в субботу другой, ну и чтобы разные жанры были. Всё идёт к тому, что в недалёком будущем у ценителей того или иного жанра музыки будет свой день для посещения центрального сквера Черкеска. Пока же светомузыкальные шоу «Новые достопримечательности региональной столицы» собирают всех, у кого есть свободное время и желание лично увидеть красочное представление. Артур Махцера, Солбердиев, Анастасия Лой, Вести, Карачаево, Черкесия.